Девушки отдыхают Алистар, ты постарел, что ли? Что-то как-то ракурс такой Завран, мы ему... А, слушайте, да, я же подарочки раздарила Которые у меня имелись, там такие по мелочи Которые без заставок Может, Завран что-нибудь скажет, мама, новенькая? Что говоришь-то? Да нет, не скажет, ну ладно Перееждем Хотя нет, знаете что, давайте-ка с ним сейчас поговорим Нет, нихрена не будем Потом, потом Я хочу к Донариму Как-то Господи, не пугайте меня Повысить с ним отношения настолько, насколько это вообще возможно Ребят, это же получится прям до максимума поднять Потому что, ну, Рэдклифф и все, Донарим Но Тем не менее Мы берем Алдес Трэп Потому что это, черт возьми, Рэдклифф Мы берем... Кого мы берем? Ну, Рэдклифф там на разговоры Преимущественно Поэтому, наверное, Мориган не будем с собой таскать Возьмем Вин Почему нет? Да! Да, кстати, зврана Да! Мне было бы интересно посмотреть, что он там откомментирует Если он вообще станет это делать Так, ну чё, го? Замок Рэдклифф Ой, Аллистраш прокачать надо Аааа Деревня замок? Ну, естественно, замок Чё нам в этой деревне? В Инквизиции, кстати, Рэдклифф с трудом Но узнается Я прям, когда пришла туда Аааа, думаю, Рэдклифф Поживай Чё не скажете, ребят? Нет? Диалогов не будет? Печально Видимо, не та локация Так Не на каждой локации, к сожалению, есть этот триггер Запускающий диалогики Алистер, чё я хотела тебе сделать? Я хотела тебе силу Силу или телосложение? Вообще, танку хочешь телосложение? Ай, насрать А чё ещё-то тебе дать-то, господи? Я даже не знаю Ну, давай тактику, чтоб просто... Я знаю, что это бесполезно, потому что я тактикой не пользуюсь Но надо куда-то кинуть Чтоб она не мешала Потому что всё остальное ему брать смысла нет Я им всё равно не буду пользоваться Спасибо Хотя, кстати... А хотя, может, и стоило взять, потому что Да что ты говоришь Потому что, блин Надо же наварить деревья Хотела бы я сказать Ну, господи Серьёзно? Кстати, я сразу извиняюсь Если я буду как-то Тормознута на всё реагировать Просто потому что Жарко сейчас очень Ну, даже, не знаете Не столько жарко, сколько просто душно Вот воздух просто стоит Его потрогать руками, по-моему, можно Прям духота страшная И вот хочется, знаете Вот в прохладненькую водичку Куда-нибудь залезть Но Ой Если только в душ И то это не сильно помогает Потому что ты выходишь И вот эта вот жара Она как-то Теплит вот эту влагу На твоём Силе несчастном Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Надо случайно не профукать Короче, душно Всё Вы вернулись С какими вестями? Как там Эрл? Боюсь, что без перемен Мы пробовали всевозможные магии Но всё тщетно Я всё более и более склоняюсь к мысли Что урна Наша единственная надежда Но я её нашёл Нашли? Это же замечательно Идёмте скорее к ОМОНу Проверим урну в действии Ну, вообще-то я взяла не урну Я взяла только щепотку праха А прикиньте, если бы её не хватило Вот Просто Хватило для того, чтобы он очнулся И умер Ай О, где я? Успокойся, брат Ты долгое время был тяжело болен Ты ничего не помнишь? Теган? Что ты здесь делаешь? И где Изольда? Ой Многое случилось, брат С тех пор, как ты заболел Кое-что из этого тебе будет Нелегко узнать Тогда рассказывайте Я хочу знать всё Сейчас он нас не похвалит За то, что мы грохнули Изольду Ну, чё так интереснее? Драма там всё такое Тёмная фэнтези Больно слышать всё это Многое ещё предстоит сделать Это правда Но прежде всего Я хочу поблагодарить тех Кто столько сделал для нас Серый Страж Я знаю Ты сделал то Что должен был сделать Я горюю об Изольде Но верю, что Если бы не твоё вмешательство Всё закончилось бы гораздо хуже Я у тебя в долгу Позволишь ли Предложить тебе Награду Мне нужно только помощь в борьбе с Муром И этого будет достаточно Понимаю Но каковы бы ни были твои побуждения Я считаю, что ты достойн награды Я ведь только хочу отметить твои труды Не более Ну ладно Как пожелаешь Тогда позволь мне объявить тебя И твоих спутников героями Рэдклиффа Вы всегда будете желанными гостями в этих стенах А тебе, Страж Я даю щит Такой же, какие вручаются лучшим нашим рыцарям Спасибо Но у нас есть другие дела И то верно Мы не можем знать, что сделает Логейн Когда узнает о твоём выздоровлении Логейн сеет смуту Не думая о том, что порождение тьмы Уже у нас на пороге Я давно его знаю И он всегда казался мне благоразумным человеком Не из тех, кто стремится к власти любой ценой Эмон Я сам слышал, как он заявил, что теперь трон принадлежит ему Поверь, чистолюбие довело его до безумия Он и вправду безумен Разве это не безумие убить Кайлона Пытаться убить меня и разорить мои владения Однако, чтобы не произошло с Логейном Его надо остановить Но хуже всего то, что сейчас мы не можем позволить себе настоящую войну с ним Ну, что предлагаешь? У нас нет времени разворачивать против него военную кампанию Кому-то придётся уступить Если мы хотим, чтобы Фералден устоял под напором порождения тьмы Значит, вы сдаёте? Ну, тогда Логей должен сдаться Ну, так-то да Это в идеале, конечно Сдастся он Конечно Попросим Он откажется Попросим посильнее Вот вам, пожалуйста, и война Ну, как только все узнают о его поступках Ну, а чё? И чё? Мало ли, чём мы тут говорим Мы предатели, серые стражи Наш слово Кто-то, конечно, к нему прислушается Кто-то нет И толку-то Значит, вы сдаётесь, да? Вовсе нет Логейн повинен в гнусных злодеяниях И я сделаю всё, чтобы он заплатил за это Но наши силы следует приберечь для битвы с порождением тьмы А не для междоусобиц Я распространю вести о предательствах Логейна Обо всём, что он сделал и с королём, и со мной Однако это будут обвинения без доказательств Этот ход на время остановит союзников Логейна Мы должны найти претендента на трон У которого больше прав, чем у королевы Дочери Логейна Брат, ты имеешь в виду Алистера? Ты уверен? Я не стал бы такое предлагать Если бы у нас был выбор Однако же произошло немыслимое Вы хотите сказать, что Алистер родственник Кайлона? Ты ничего не знаешь? Ну, нет Я? Я собирался рассказать всё, когда мы подъезжали к Рэдклиффу, но... Я не взяла тебя в партию, и ты этого не сказал Алистер вненажный сын короля Мэрика Он сводный брат Кайлона И имеет права на трон Ферлдена Почему ты не сказал мне раньше? Вообще он сказал бы, как только мы первый раз пришли в Рэдклифф Если бы я взяла его в партию Но я что-то... Мне вылетело это из головы, признаться То, что он должен это сказать Я бы не взяла Вообще, идиотизм Получился, но интрига до конца прям держалась Забавно Так, значит, наш претендент Алистер Вы это серьёзно? Ну, а чё нет-то? Разве ты не дядя Кайлона? Почему бы тебе не заявить свои права? Это много объясняет, как хорошо, что он выбрался живым из Астагаров Я не могу выразить, как я тебе за них благодарен Они единственная отрада в моей жизни Они что? Я и не думал, что до такого дойдёт Когда Кайлан женился, все решили, что будет лучше, если я просто отступлю в тень На самом деле, я был только рад этому Я не хочу и никогда не хотел быть королём Даже когда погиб Кайлан, я... Я надеялся, что все обойдутся без меня Алистер, на тебе лежит большая ответственность Без тебя Логейн возьмёт верх Если бы не ты, мне пришлось бы ради блага Ферролдена поддержать Логейна Скажи, ты этого хочешь? Я... но я... Нет, милорд Я вижу только один путь Я созываю в Денериме собрание земель На которые соберётся вся знать Ферролдена И тогда Ферролден так или иначе сам решит, кто будет править После этого мы займёмся подлинным нашим врагом Что ты скажешь на это, друг мой? Мне очень нужно твоё одобрение Кстати, по-моему, там, где он сказал, что они большая отрада для меня Это, по-моему, была вообще фраза про Изольду и Конора Если бы они выжили оба То есть, видимо, спутали, не ту реплику пихнули Ну, потрясающе, короче Моё одобрение? Зачем тебе моё одобрение? Так, ну, тут исполняет Что им шерролагейну? Просто напасть на Рыдкаль Ну как это что? Если он нападёт в открытую, по-моему, очевидно, чем-то для него закончится И так-то в нём есть люди, которые сомневаются А тут ещё больше их появится Когда он так нападёт Если он не причастен, как он утверждает, к болезни Эрла То с чего бы ему на него нападать, да? Так подумать А вы считаете, у нас получится с собранием земель? Смотря как дело пойдёт Если мы не сумеем собрать достаточно голосов за Алистера Нам надо хотя бы помешать Логейну получить большинство Значит ли это, что Логейн может победить? Полководец, который убил своего короля Который обезумел от жажды власти Возможно Мы должны сделать всё, чтобы этого не случилось Ну, а если мы его убьём? Не уверен, что это поможет нашему делу Мы просто станем преступниками А все наши обвинения превратятся в оправдания Более того Я даже не представляю, где сейчас может быть Логейн Ой, да ладно Как будто бы можно убить его только в открытую Послать кого-нибудь Не знаю, воронов тех же самых Мы с ними уже друзья Всё хорошо Я не знаю Послать какого-нибудь тихого убийцу Он его там отравит, заколит Я не знаю, что-нибудь ещё с ним делать Либо подстроит несчастный случай какой-нибудь Это, конечно, будет сложно Но и невозможно, как по мне Ну, мало ли что, ему там на голову упадёт Случайно люстр там Вот крепление у неё подкачают В лучших традициях Обливённая, если вы понимаете, о чём я Гобелен какой-нибудь упадёт Этой палкой ему по голове ударит Масса возможностей И попадите, вообще скажите Докажите, что это была я Дерьмо случается Почему, да? Казалось бы, они не рассматривают вообще никак этот вариант Но это, конечно, рискованно, да Потому что может не получиться Но, с другой стороны, если не получится Через убийцу При плохом раскладе Могли бы выйти на нас Пытали бы убийцу Он бы, естественно, всё рассказал С другой стороны Могли бы какого-нибудь смертника послать То, что если тебя поймают Там, не знаю, откуси себе язык Не знаю, ещё что-нибудь сделай Ну, какого-нибудь такого Найти убийцу Мне кажется, смогли бы Если бы захотели Которые не расколются в итоге Либо заколят себя Чтобы не выведать тайны Короче, ну, блин Странно, что они прям так Вообще никак Не рассматривают этот вариант Ну, да ладно Не, ну, конечно, в игровом плане понятно Потому что пришлось бы ветку новую делать Про этого убийцу И Вряд ли бы эта ветка получилась Потому что нужно, чтобы сюжет по-другому двигался Убийца сюда не втыки Это было бы слишком легко Убить Логейна и всё Короче Всё это понятно, но, блин Подумать-то не мешает Правда, надо этим Это же интересно Так Разобьём ума на поле Боя, да зачем сил тратить Господи Что мешает Так Ну, у нас нет выбора, да Хорошо Я разошил вести Однако, прежде чем продолжать Надо решить вопрос с этим магом Наставником моего сына Я так понимаю Он всё ещё жив Да, жив Он сейчас в темнице, брат Теган Прикажи его привезти Я хочу видеть его Там ещё было Йован Можно даже не обсуждать твои деяния Ты пытался убить меня И тем вызвал череду событий Которые едва не уничтожили дело всей моей жизни Что ты можешь сказать в свою защиту? Ничего, Милард Только Что Мне очень жаль, что так вышло Я не жду милосердия за свои грехи Понятно Серый страж У тебя есть что сказать касательно Йована? Кажется, он искренне старался искупить свою вину Вот как Неожиданный поворот Каков будет твой приговор Мне, как пострадавшей стороне, услышать голос милосердия нелегко Ну, кругу магов его усмирят Он не заслуживает милости поступать, как знаете Ну, его казнят, скорее всего Да ладно, пускай идёт Пусть кругу магов сам за ним гоняется, если им это надо Я не могу так поступить Он злодей И как я могу отпустить его в страну И без того опустошённую войной и хаосом Прости, но так не пойдёт Чё ты спрашиваешь, что ли? Итак, Йован Я отправлю тебя в башню круга магов Да смилуется над твоей душой создатель Благодарю, милорд Наверное, кстати Итак, вернёмся к собранию земель Я могу отложить отъезд в Донорим Если ты хочешь и дальше заниматься договорами Боюсь, когда начнётся собрание земель У тебя уже не будет такой возможности Не хотелось бы давать Логейну время собраться с силами Но решать тебе Я не хочу ехать в Донорим без тебя Вообще, я не помню Дай мне немного времени Как пожелаешь Вести разойдутся не сразу А я могу использовать эту передышку, чтобы снарядить армию Скажи мне, когда ты соберёшься выступать А до тех пор всё в Рэдклифе к твоим услугам Надо бы с Алистером перетереть насчёт всего этого дела Так, соврать армию, уровень повышенный Без витязема получили Хотя мы его и раньше получили Я только не обратила внимание, где и от кого Естественно Э, ну чё ты мне рассказываешь? Там же был Я, может, чё-то не понимаю в этой жизни? Эээ Ну ладно Странненько Ну ладненько Так, хорошо Задание, кодекс Чё там кодекс? Алистер А, жена Эрла и Зольда подозревала, что Мус 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 неспроста так заботился о синей слузанке Она предполагала, что Алистер сыр Сыр Алистер это сыр Ой Просто, знаете, оговорка по Фрейду С учетом того, что из себя представляет Алистер Ну ладно Сын Эрла и Амона Я в конце концов представляла, чтобы мальчика отправили в церковь Однако подозрения Зольда были необоснованы Алистер был сыном не Амона, самого короля Мэрика Амон привезли у себя мальчика, чтобы скрыть его существование от своей сестры королевы Рован Алистер очаровывает магией, бла-бла-бла Это мы знаем Беллин, кстати Чё-то про Беллина добавилось, какого хрена Он убил Триана, его труды не пропали даром Совет объявил Беллина королем Арзамара Так, Эрл Амон Его сразила странная болезнь Это было очень объяснимое недомогание Амона отравил маг крови Йован, который утверждал, что работал на Тейдна Логейна Жизнь Эрла была спасена при помощи экстраординарных мер Обретение урны священного праха, останков самой Андраста Кстати, мне кажется, если бы мы спасли и Зольду, и Коннора Он бы отпустил его Потому что, ну, почему бы нет Он же как бы раскаялся Там всё такое С другой стороны, он бы тогда ничего не сделал Он бы просто был пойманом из Ольды И всё И ничего бы, считайте, не помог Чё бы его отпускать? Спрашивается Так, Флемет Мать Мориган спасла последних серых стражей От смерти на вершине башни Ишала Но в каком обличии может явиться Флемет До сих пор остается загадкой Она была убита по воле Моригана По крайней мере, это так выглядело Ну да, ну да Кстати, к Дженни Ти нужно зайти Ладно, про персон... Надо в блин серию про кодекс сделать Чёрт возьми Так, Арзамар Небывалый учёный Это у нас зависло Чёрт с ним Торгующих связями Пищите Ой, вот это я, наверное, нужно не буду делать У него нахрен надоело Свитки, кстати, нужно сделать К обществу магов Понятно, места силы Это, наверное, в Денери... В Альфинаже в Денериемском Так, Фазин, без вести Доспехи нужно сделать, да Блокстоунские в Леонтюре Мне вот только интересно Вот когда я с ним приду говорить То, что... Всё, поехали в Денерием Это прям собрание земель Сразу начнётся? Я просто не помню Или мне всё-таки дадут возможность Что-то ещё сделать? По-моему, должны дать Потому что... Мне же больше... Как сказать-то, господи У меня же сейчас нет новых заданий Которые мне нужно выполнить Вы собрали свою армию Скоро будет создано собрание земель Вернитесь в Крытков Карло и Омона И готовьтесь к поездке в Денерием Это всё есть? Ну, получается, да Нужно сразу уже в Денерием ехать Вообще, по идее Мы когда туда приедем Там ещё кучка квестов должна быть Поэтому у нас ещё будет возможность Заняться делами Как только будешь готов Мы выступаем в Денерием Пойдём Превосходно Я сейчас же отдам Нужные распоряжения Что ж В Денерием И да позаботится О нас создатель Ну да, потому что Мне ещё нужно Будет выполнить Некоторые сюжетные Опять же квесты Непобочные Так что, по идее Я просто уже так Плохо помню Чё тут под конец Я помню Некоторые задания Но вот Сам приход Денерием Вот его я плохо помню Ну да ладно Я думаю Нас не останет Не оставит Без возможности Денерием Душа и сердце Ферал Дена Это был город Короля Каленхада Здесь появилась На свет Андрасте Иметь его На своей стороне Большая удача Если мы одолеем Логейна Вся страна Пойдёт за нами Созвав собрание земель Я нанёс первый удар Инициатива сейчас На нашей стороне Ему ничего не остаётся Кроме как Выступить Против нас Он ударит в ответ Вопрос заключается в том Как скоро Здрасте Логейн Какая Честь Что регент Нашёл время Лично Встретить меня Как же мог я Не встретить Лично человека Настолько важного Что он созвал В Денерием Всех лордов Ферал Дена Это когда Нашей стране Угрожает мор Теперь когда Кайлан мёртв У Ферал Дена Должен быть король Который поведёт Нас в битву С порождениями У Ферал Дена У Ферал Дена Уже есть могучий вождь Королева А я Командую Её войсками Кстати Небольшой нюанс Я на Логейна Тоже поставила Небольшую текстуру Его рожи Которая вот эти синяки Страшные убирает И он хоть Поприличнее выглядит Единственное Я не помню Где я Вообще откопала Где-то на Нексусе Так что Ищите там Если вспомните Стагар Мне думают Надо подыскать Полковаться Получше Не Лучше сейчас Не агрессировать Если Ферал Деном Правит Анору Пусть тогда Говорит Сама за себя Кстати Трон принадлежит Сыну Мерик Чёрт возьми А Рекрут Серых Стражей Я так и думал Что мы ещё Встретимся Сочувствую тому Что приключилось С вашим орденом Твои собратья Выбрали Неподходящую минуту Чтобы выступить Против Ферал Дена Мы не выступаем Против Ферал Дена Мы его спасаем Мы выступаем Против тебя Дебила Я прибыл сюда Чтобы разоблачить Твои преступления При Астагаре Прикуси-ка язык Это мой город И возводить поклёпы Здесь небезопасно Ни для кого Побухти мне тут Рамон Ходят разговоры Что после болезни Ты стал немощен Некоторые опасаются Что тебе уже Не по плечу Быть советником Ферал Дена Посланный тобой Яд Или тебя Пугает Как это Прозвучит На собрании Не все Здесь отрекаются От своих клятв Так же легко Как ты Долго же Тебя не было При дворе Ээмон Неужто Ты не узнаешь Рэндона Хоу Эрла Амарантайна И Тейрна Хайвера Знаем Этого козла Многовато Титулов Для одного человека Не перебивай Невежа Когда старшие Разговаривают Старшие Ты знаешь Сколько мне лет Дура Сейчас не время И не место Я надеялся Уговорить тебя Сойти с этого Опасного пути Ээмон Народ в страхе Король мертв А на земле нашей Наседает враг Если мы хотим Преодолеть этот кризис Мы должны быть едины Да что ты Твоя сестра Королева Гвендолин Неутерно Боролась на возрождение Фералдена Неужели ты хочешь Погубить ее труды Стремясь во что бы то ни стало Усесться на трон Ты несешь раскол Нашей стране И ослабляешь нас Перед Мором Помахай руками еще Да 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 Конечно Мы должны быть едины Блин Что мешало С самого начала Мать твою Быть единым Жопа твоя Зависливая Не понравилось ему Что Кайлан Начала заглядываться На Селину Потому что Блин Эта гребаная Анора Поход дела Бесплодная И наследника Не может дать Ой-ой-ой Иди в жопу Короче Логен Блин Ненавижу тебя Как можно противостоять Мору Если ты объявил Незаконы Серых Стражей Кайлан Понадеялся На умение Серых Стражей Противостоять Порождением Тьмы И погляди Что из этого вышло Хватит уже Этих сказок Пора заняться Делом Ой да почему ты знаешь Сказки нас не спасут Я не могу простить Того что ты совершил Логен Создатель тебя Может и простить А я нет Наш народ Достоин Короля Тейринского Рода Алистер Поведет нас К победе Над Мором А так это все Что я должен сделать Ничего себе Император Орле Тоже думал Что мне его Не одолеть Его я не пощадил И тебя не помилую Даже и не надейся Ради своей родины Я готов на все Заметно Удивительно Что Алистер Так долго молчал Знаете Что ж Это было Захватывающее Не ждал Что Логен Так скоро Проявит себя Да Взорвался чуть-чуть Что делать то будем Созвать Собрание Земель Это лишь Начало Теперь мы должны Позаботиться о том Чтобы все лорды Увидели двуличие Логейна Дело предстоит Нелегкое Но ведь мы только что Прибыли Тебе надо было бы Отдохнуть После долгого пути Классные субтитры Классные субтитры Как только устроишься И осмотришься Приходи в мою гостиную Там мы сможем Обсудить наши планы Более подробно Когда будешь готов Поговорить Угу Это мы поняли Под конец Что-то конечно Синхрон Назвучки И Субтитров Он как-то Не очень Так Ну-ка Че там Хайевер Хайевер Стал Терни 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 Терниром Господи В годы Черного века Когда Хелия Кусланд Собрала лордов Под своим Под своим знаменем Чтобы изгнать С принадлежавших им Земель Болков-оборотней И можно сказать Задним числом Обрела титл Терны Ну это мы Выше по-моему Уже читали Не Поэтому Нафиг Так Задание Че там Собрание земель Вы прибыли в Денерим Верламон Хочется собрать Аристократов Чтобы Выбрать нового короля Денит Ферлден В борьбе с Мором Однако Лагейн По-прежнему Остается для вас Бельмом на глазу И прежде чем Открыто выступить Против него Надо многое сделать Обо всех своих Новых достижениях Сообщайте Эрлу Амон Обычно он проводит Время в гостиной Хорошо Так Денерим В новых достижениях Ну это Где-то еще Искать нужно будет Эти все задания Я так понимаю Да Шойла тут встала Че там Тут стоит Все здесь такое Хрупкое Это в высшей степени Непрактично Ладно Ему больше нечем заняться А, ну у меня вроде-то спрашивали, нет? Похоже, мне тебе не нравится Это правда Мне нравится Мне сейчас неинтересно Заводить разговор на эту тему Спроси в другой раз Если оно уже закончило Задавать свои чудовищно Банальные вопросы Может найдем парочку людей Да сбросим их со скалы Или что-нибудь В этом духе Ну ладно Не хочешь, не надо Так, а че у нас тут вообще-то есть? Так Ё-моё Завран, Делиана Ваша комната Песик Морриган Морриган, кстати, в нашей комнате Ну а че бы ей там не быть? Ха-ха Ну-ка подойдите Ну, ладненько Вообще, на самом деле Предлагаю здесь пока что приостановиться Я хочу Сбегать К Вейду Или как там его Сделать драконовые эти Дуспехи Сделаю я это, естественно С вашим Что такое? Черт Да зашибись Кто это такая? Это Эрлина Она Я служанка королевы Аноры Она велела сообщить Что ей нужна ваша помощь Что ж Возможно Юная леди Предпочитает Рассказать все сама Сколько, кстати Анора вздумала Простить нашу помощь Королева в трудном положении Она любила своего мужа Так? И верила Что ее отец Будет его защищать Вдруг он возвращается Без короля И начинают ползти Страшные слухи Что ей думать? Ну Первую половину игры Ей получалось не думать Поговорить с отцом Он только велит Ни о чем не беспокоиться Ну И в чем же Должна все-таки Состоять наша помощь И она Отправляется Давай уж быстрее Неужели Логейн Чтобы подставить Омон Убьет дочь Быть может У нас нет Иного выхода Как только Доверять Аноре Королева всеми Любима Если Логейну Удастся обвинить В ее смерти Меня Не уверен Что мы можем Позволить себе Такой риск Ну и что Предлагаешь У меня Есть несколько Мундиров Эрл Хоу Ежедневно Вербует Так много Новых солдат Что на несколько Лишних Никто не Обратит Внимания Я проведу Вас к двери Для слуг Нужно Пробраться Внутрь И незаметно Вывести Королеву Спасибо Страж Пойдем Скорее Стой Я забиралась В магазин Черт Спасти Королеву А ну все Я разрешила Замечательно В общем давайте Мы здесь приостановимся Алистар Ты Ты И в общем то В следующей серии Сходим Получим Драконовые Доспехи После чего Пойдем спасать Анору Там еще по пути Чуть вывалится Нам Что это такое Какие то стишки Опять Что вам интересно Пожалуйста В общем ребятки Большое вам спасибо За ваше внимание Надеюсь что Эти серия вам Понравилась У нас повторюсь Остался только Вот Денерим Его финальные квесты И в общем то Собрание земель Фотология какая то получилась Потому что Собрание земель Это тоже финальный квест В общем ребят Большое вам спасибо Не забывайте Ставить лайки Если вам Нравится Оставлять комментарии Подписываться И в общем то Ждать Не забывайте ждать Следующих серий Потрясающе звучит В общем ребятки Вы все поняли Не забывайте Также про гугл плюс Туда дублируются Новости по поводу Того что Как происходит С графиком Какие игры ждать Это на тот случай Если вы не состоите В группе ВКонтакте Вот С вами была Сэн До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok